Всем привет! Сегодняшний урок будет посвящен не макияжу и не косметике, будет посвящен процедурам, связанным с уходом за волосами. Я решила сделать такую тему урока, потому что я очень много раз, еще до того, как начала вести свой битюблок, получала вопросы на тему процедур для волос, потому что я в своей жизни так получилась, что немало их переделала и попробовала почти все возможные виды. Поэтому думаю, что мой опыт стоит вам перенести и рассказать что-то, может быть, что-то новое, может быть, что-то старое, может быть, поделиться лично своим опытом, и вы поймете, что эта процедура на самом деле может играть для ваших волос некую другую роль. Итак, начнем с процедур, самых популярных. Я расскажу, наверное, сегодня про топовую пятерку и ту пятерку, которую я делала. Но сразу скажу такую оговорку. У меня волосы очень непослушные, очень пушистые. Они от природы имеют внутри, вот внутри вот этот вот белок, с которым состоит волос, завитый, а наружную верхнюю структуру имеют прямую, поэтому волос пушистый, объемный и очень густой за меня, к сожалению. Или, к счастью, даже не знаю, что сказать, тут есть как плюсы, так и мышцы. Поэтому, в принципе, буду рассказывать о том, как повлияла та или иная процедура именно на мои волосы, как мои волосы себя повели, но думаю, что, в принципе, для гладких волос будет аналогично, поэтому буду рассказывать, в общем, как я это вижу. Итак, первая процедура – это ламинирование волос. Самая популярная процедура для девочек, мне кажется, очень много слышала вопросов по поводу того, ой, Ксюш, как ты думаешь, что для меня сделать эту процедуру? Отвечаю сразу. Я считаю, что эта процедура имеет исключительно косметический характер, то есть волосы приобретают большую гладкость, большую блестящесть, если так можно сказать, но за счет того, что они более гладкие, они более блестящие. Процедура производится таким образом, что на волосе наносится специальный химический состав, который способствует тому, что чешуги волоса, которые расположены на его поверхности, прикрепляются к волосу, соответственно, туда не попадают никак полезные, ни так и вредные вещества. Волос не попадают, соответственно, волос не питается. Все маски, которые вы делаете, они бесполезны. И, в принципе, такая процедура, она, наверное, имеет место быть, если вы хотите провести порядок волосы, допустим, перед сварьбой, или перед каким-то другим важным для вас событием, перед выпускным или перед каким-то юбилеем. Ну, в общем, так, чтобы, сделав укладку, вы увидели очень красивый результат, но увлекаться этой процедурой не стоит, потому что вы не сможете волос подпитать правильно, вы не сможете волосу дать определенное количество минеральных веществ, которые ему необходимы для роста и для его питания, соответственно, для того, чтобы он выглядел более живым. Поэтому эта процедура, наверное, не имеет какого-то глубокого смысла, тем более не имеет смысла ее делать в салоне, потому что, как мне кажется, процедура очень в салонах преувеличена в стоимости, потому что вы можете, в принципе, купить набор для домашнего ламинирования, который продается в линейке Эстель. Это считается профессиональный набор, но, поверьте, ничего сложного в нанесении его нет. Там есть два состава, вы просто наносите на волосы, ждете примерно несколько минут, смываете, и, в общем-то, процедура готова. Поэтому переплачиваясь какие-то бешеные деньги для того, чтобы мастер сделал аналогичную процедуру, я не вижу смысла. Проще вам купить этот набор, он стоит 1500 рублей, и вы можете воспользоваться им, соответственно, не один раз, а делать эту процедуру с периодичностью, с которой вам нужно. Вот. Мне эта процедура понравилась, но она недолговечная, и, в общем-то, с моими волосами ничего глобального не произошло, чего бы я хотела. Вторая процедура – это аналогичная первой процедуре – процедура эллюминирования. Она проходит по тому же примерно принципу, что и процедура эллюминирования, то есть тоже происходит запечатывание волоса, но только, если я не ошибаюсь, производится еще нанесение дополнительного состава, то есть волос приобретает еще большую гладкость, и все это выполняется в 3D-объеме. Я, честно говоря, не могу вам точно за нее ручаться, потому что я ее делала всего один раз, и вообще не увидела от нее эффекта, то есть для тех, у кого очень пушистые, непослушные волосы, это вообще бесполезно, вот даже еще бесполезнее, чем эллюминирование, а стоит она намного дороже, и вот даже набор для эллюминирования не продается, то есть настолько эта процедура, как мне кажется, не имеет смысла, тоже волос запечатывается, не попадают питательные вещества, плюс что-то еще, какой-то состав наносится сверху, и в общем-то, ну, процедура бессмысленная, а стоит она как никак 3500 рублей. За такие деньги можно и на хороший набор косметики купить, или хотя бы в англоте купить большую палетку с пигмент какой-нибудь, поэтому не имеет смысла эта процедура, лучше купите себе, если хотите потратить эту сумму денег на волосы, купите себе хороших питательных масок, или купите себе набор для ламинирования, и все то же самое вы получите, еще и больше продуктов купите. Третья процедура, эта процедура, по моему мнению, самая результативная, однако самая дорогостоящая, но я могу вам рассказать способ, как избежать трат таких денег на эту процедуру, это процедура кератинового выпрямления. Заключается она в том, что на волосы выносится определенный состав, который обволакивает волос, пропитывает волос этим самым химическим кератином, затем за счет очень высоких температур этот кератин впитывается в ваш волос, и остается там на довольно долгое время, волос обволакивается кератином, и волос выпрямляется. Что хочу сказать, процедура не вредная, если, конечно, у вас не супертонкие волосы, хотя, в принципе, для супертонких волос, честно говоря, все вредно, но если вам идут, это первый критерий, по которому вы должны судить, выполняя эту процедуру, только в том случае, если вам реально идут волосы прямые, как палки, потому что мне, к сожалению, волосы прямые, как палки, совершенно не идут, и не потому, что у меня там неправильная форма лица, а потому что это смотрится довольно неестественно, и не имеется возможности сделать какую-либо другую прическу. То есть, если вы захотите сделать кудри, либо что-то, какие-то волны, какую-то красивую, такую, естественно, небрежную укладку, у вас это сделать не получится, потому что кератином выпрямление идеально выпрямляет волосы, ничего с этим уже не поделать. Правда, процедура недолгая довольно по времени своего действия, но все равно я считаю, что выполнять ее стоит так. Либо вы наносите кератиновый состав на кончики волос, то есть вы придаете волосам вид ухоженный, но при этом у вас будет возможность сделать какую-либо другую прическу, и кончики, во всяком случае, вы уже, грубо говоря, косметически провели в порядок. Понимаете, что ни одна процедура, вот это я всем хочу донести, не может восстановить ваши волосы. Если волос убит, если он очень сухой, его уже ничего не может восстановить. Питательные маски, они просто подпитывают волос, они делают его чуть более мягким, но волос не может восстановиться до конца, нет любой процедуры. Что касается кератином выпрямления, то он просто настолько сильно волос, как сказать, облепляет, можно так сказать, кератином, и у него просто не остается выбора, как блестеть и красиво выглядеть, однако кератин потом смывается, волос не портится, но... В общем, эта процедура имеет смысл для тех, у кого просто вот от природы очень кудрявые волосы, а им прям очень-очень идут прямые волосы, вот они этого хотят, и как бы, может быть, в этом есть какая-то соль, в этом есть какой-то интересный подвох. Я лично эту процедуру люблю делать иногда, ради того, чтобы просто придать своим волосам красивый косметический блеск, такой прям видный косметический блеск, не то чтобы при ламинировании такой уход, ну, видно, что волосы ухожены, а при кератином выпрямлении видно, что волосы восстановлены, правда, это сразу видно, что если кто разбирается, что это кератинное выпрямление, понятное дело, мужики и мальчики не разбираются, Но они вообще в волосах не разбираются, слава богу, что они у вас есть, и больше ничего от вас не нужно, и красивая укладка. Но если вы для себя хотите сделать эту процедуру, советую не тратиться особо на мастера, если у вас руки растут из нужного места. Почему? Потому что я сама была моделью на мастер-классе по этой процедуре, собственно, откуда я узнала про эту процедуру, и я знаю всю последовательность действий, которые нужно делать, и не вижу смысла обращаться к мастеру, потому что вам для этого на самом деле ничего особо не нужно. Во-первых, вам нужно найти поставщика кератина, то есть купить 100 мл примерно, мне даже хватает, даже на мои очень густые волосы хватает 100 мл кератина, правда не очень плотным слоем, но все-таки я думаю, что вам будет хватать. Вы можете спросить, если вы живете в Санкт-Петербурге, поставщика у меня, зададите мне вопрос либо в личку ВКонтакте, либо в Инстаграме, я вам отвечу, которого я покупала. Он совсем недорого стоит, примерно 1000-1500 рублей. То есть для такой процедуры, которая в салоне стоит 12 тысяч на мои волосы, сами понимаете, что экономия огромная. Вот, покупаете кератин, дальше в зависимости от того, какой кератин вы приобрели, вы читаете инструкцию к нему. Самый простой и дешевый кератин от Ухо-Пучоку. Он вызывает дикое жжение в глазах, эта процедура на самом деле очень болезненная, каждый раз это просто плачу и открываю окно, потому что очень сильный состав. Он не то, чтобы портит ваш волос, просто у каждого человека по-разному реагируют на это глаза и по-разному реагирует на это его организм. Вот, поэтому не буду говорить за всех, даже про это говорить не буду. Если у вас будут какие-то неприятные ощущения, можете мне написать, я знаю, как с ними справиться. Вот, покупаете кератин, наносите его на все волосы. Ждете, точнее, перед этим вам нужно вымыть голову обязательно сильно очищающим шампунем. Я уже забыла, как он называется, высокоочищающий. В общем, просто я давно не делала эту процедуру. Глубоко очищающий, вот, называется это шампунь, вы емуете волосы, высушиваете до конца. Дальше наносите этот состав на волосы, ждете 40 минут или 20 минут, в зависимости от того, какой вы приобрели кератин, пока он впитается в волосы. А дальше прямо эти же волосы вы высушиваете кеном, желательно с расческой. Это очень тяжелая процедура для тех, у кого густые волосы. Для тех, у кого менее густые, более-менее приемлемые. Вы расческой желательно высушиваете этот кератин, прямо кератин, вы его не смываете. В зависимости от кератина, есть вид кератинов, который смывается перед этим, он стоит чуть подороже, но, может быть, вы такой приобретете, тогда он нужно будет смыть, а потом уже только высушить волосы. Но чаще всего он не смывается. Высушиваете вот эти тяжелые, липкие волосы, они у вас так и остаются, потому что вы высушили этот кератин очень тяжелыми, липкими. А дальше, прямо потому, что у вас получилось, проходите высокотемпературным утюгом. Господи, я уже заговариваюсь. Высокотемпературным утюгом, то есть вы покупаете утюжок, который дает температуру от 250 градусов, ну, там у него 260, конечно, и планка. Это профессиональный утюг. В принципе, я пользуюсь утюгом, который 220 максимальных градусов может выставить. Это как бы классический утюг. Я пользуюсь, мне хватает. В принципе, думаю, что вам тоже хватит, тем более, если у вас не совсем вьющиеся, прям вот не вот бараном из природы. Я думаю, что вам этого хватит. Дальше вот вы по этой массе, которую вы высушили, проходите много раз тщательно, прям вот супер тщательно, проходитесь утюгом по волосам и выпрямляете их. Прям вот 10 раз по одной прядке, очень-очень тщательно, и тогда вы уже в зависимости от выбранного вами кератина, ждете 3 дня, и 3 дня ходите с грязной вот этой кератиновой головой, но можно, я думаю, потерпеть. На третий день вы моете все волосы, у вас идеально прямые волосы. Вы их можете выпрямлять еще дополнительно. За 5 секунд вам потребуется 5 секунд. Теперь, после того, как вы сделаете процедуру, выпрямлять волосы, у вас будет шикарная, вот такая блестящая, идеальная, гладкая укладка. Либо, если вы покупаете хороший там, но дело нехорошее, плохое дело от марки. От марки зависит этот вопрос. Покупайте кератин, и вы можете уже сразу всплывать голову, после того, как вы выпрямили, там через 20 минут, по-моему, и сделать ту же самую укладку. И, в общем-то, процедура готова. Вот. Мне эта процедура нравится, но опять-таки, будем, в общем, сворачиваться по этой процедуре уже. Опять-таки, это процедура для тех, кому идут прямые волосы, и для тех, кто хочет прям вот супер-супер гладкую укладку. Далее, следующая процедура, про которую я не сказала, это экранирование волос. Это вообще легчайшая процедура, которая, я считаю, имеет место быть не процедурой, а ухаживающим этапом в вашем уходе за волос, главным ухаживающим этапом. Вы покупаете, нет смысла обращаться к мастеру. Опять-таки, говорю, к мастеру следует обращаться за покраской волос, за стрижкой, и за хорошей, грамотной, очень красивой вечерней укладкой. Остальное может смысла не иметь, если у вас свои руки растут из того места. Опять-таки, повторяюсь, экранирование. Это вы покупаете набор Putri Therapy от Estelle. У меня был такой набор, если что, вы можете за вопросом обратиться ко мне. Много разных поставщиков его продают. Стоит он полторы тысячи рублей. Состоит из трех средств. Первое средство – это увлажняющий спрей. Вы, как выполняете эту процедуру, моете голову, у вас остаются влажные волосы. Наносите первый увлажняющий спрей. Там написано прямо поэтапно баночка 1, баночка 2, баночка 3. Первое наносите спрей. Далее наносите масло, органовое, ну там специальное масло. Опять-таки, на все волосы. А третье – это завершающий, закрепляющий спрей, придающий гладкость и сушите волосы. В принципе, эта процедура, я считаю, не процедура, а просто вот такой вот комплексный, после помывочной, так сказать, уход за волосами. Вы можете эту процедуру делать как один раз в неделю, так и два. Я думаю, что хуже от этого не будет. Просто эти средства, вот это масло, этот спрей, оно покрывает волос дополнительным защитным экраном, вот таким вот экраном, который отражает вредное воздействие окружающей среды. И вам становится легче расчесывать волосы, вам становится легче пользоваться какими-то средствами для укладки, потому что волос больше защищенный. Плюс ко всему, масло питает волосы, который под баночкой номер два, там масло будет в этом наборе. Оно питает волосы, и в общем-то получается такой комплексный уход. Просто отлично, я советую всем иметь этот набор у себя на туалетном столике, регулярно им пользоваться, за счет того, ваши волосы будут более восстановлены, более живые и более густые. Следующая процедура, получается уже как раз-таки завершающая, да, больше, по-моему, не про какую не хотела рассказать. Это наращивание волос. Самая популярная у нас в России процедура, все делают наращивание волос, что хочется сказать. Если вы пришли к тому, что хотите себе длинные красивые волосы, убедитесь, что они у вас вот такой длины. Потому что все то, что коре, это смотрится ужасно. Сколько бы волос вы не купили, сколько бы вы денег на это и потратили, это все равно будет смотреться омерзительно. Потому что если вы любительница выпрямлять волосы, а к сожалению, у нас девушки, которые наращивают волосы, прямо обожают выпрямлять волосы, они с этими выпрямленными волосами ходят везде, это будет видно. Если вы не очень любите выпрямлять волосы, то в принципе вы можете себе позволить с волосами, начиная от такой длины, начиная, да, не короче, начиная от такой длины, если они у вас не густые, для того, чтобы сзади не было видно вот этого просвета, если они у вас жидкие, Примерно это выглядит как у актрисы Полины Максимовой, которая снимается в девчонках. Если у вас вот такие жидкие волосы, если вы завиваете волосы и у вас очень много прядок, и они хорошего качества, это будет смотреться красиво. Если вы экономите на процедуру наращивания волос, у вас нет на это достаточно средств, а я имею ввиду хотя бы 10 тысяч рублей, забудьте про эту процедуру. Сначала накопите деньги, потому что волосы должны быть правильной густоты, правильного количества прядок, подходящие именно вашим волосам. Потому что у меня густые волосы, и мне меньше 220 прядок не подойдет вообще никак. 220 прядок хороших волос стоит 7500, вот, называю натуральную цену, 7500 рублей стоят и мои волосы. У меня была смесь между славянскими и южно-русскими волосами, и они были не прямые, потому что мои очень густые, очень объемные, они были мелкой волной. Когда у меня все волосы вместе просто высыхали без фена и без всего, они смотрелись очень однородно. Так что вы обязательно присмотритесь к своим волосам, если, конечно, у вас идеально прямые, берите прямые. Если у вас немного густые, такие неряшевые, берите обязательно с мелкой волной, это всегда будет натурально смотреться. И к тому же они красиво смотрятся даже без укладки. И все-таки советую вам не экономить на мастере, присмотреться к мастеру. Если вам понравилось, как это смотрелось у меня, можете мне написать. Моя мастер уже привыкла, что к ней кто-то от меня обращается, поэтому я вам оставлю ссылочку. Все вместе со всеми делами, со всем капсулированием, подстриганием и так далее. Мне это стало в 10 тысяч рублей. Для такой процедуры это нормальная цена. Потому что если вы хотите выглядеть роскошно, если вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели максимально натурально, не надо на этом экономить никогда. Иначе это будут крысиные хвостики, вот эти вот отвратительные просветы, которые видны от стрижек. Это очень некрасиво, это никому не нужно. Лучше себе сделайте красивую какую-нибудь фактурную стрижку, если у вас короткие волосы. Поверьте, это будет намного натуральнее и красивее смотреться, чем вы сэкономите на волосах. И у вас будут некрасивые паклины. Поэтому имейте это в виду обязательно. Никогда не надо делать процедуры, если у вас нет на это предоставочных средств. Вот, в принципе, это, наверное, последняя процедура, про которую я хотела рассказать. Если вас интересует тема по поводу окрашивания волос, по поводу модных видов окрашивания, то, как их выполнять, то, как возможно выполнить окрашивание в домашних условиях, я жду ваших комментариев, жду ваших отзывов. Вы можете слегка попросить меня сделать ту или иную тему. Вот, так что я имею в виду к тому, что, может быть, следующей темой сделать именно окрашивание. Вы мне обязательно отпишитесь под видео, либо в инстаграме, хотите ли вы увидите или услышите эту тему. Вот, всем вам я желаю удачи в уходе за своими волосами. Девочки, главное, правильно подобрать процедуру. Можно где-то что-то сэкономить, всегда можно, но грамотно экономить. Не экономить на волосах, как в случае наращивания, но можно сэкономить на мастере в случае каких-то других, более мелких процедур, менее значительных. Вот, вам желаю еще раз удачи. Подписывайтесь на меня на канале YouTube, подписывайтесь на меня в Инстаграме и ВКонтакте. Жду ваших вопросов, всех любятся. Пока-пока.